Вчера одна подписчица мне дала ссылку на вот это неприятное видео. В городе Перми кондукторша ударила пенсионерку за то, что та быстро или не вовремя не вытащила деньги, не то ли не показала свой проездной. Давайте коротко посмотрим этот конфликт. Снимите мои грязные штаны, пожалуйста, вот это на меня на финал. Снимите, почему? Подбежала, пришла. Это что такое? Вы первые начали грубить. Я видела, как вы грубили. У нее проездной. Я просто видела, как вы грубо разговариваете даже, и что вы просто не выпустили человека на остановке. Что ведь надо иметь? Снимите, снимите, вы что-нибудь грязные. У меня проездной. Что тебе надо? Документы, деньги, деньги, которые вы сэкономили. Убить себе, убить себе. Давайте вот, то, что она вас стукнула. Она меня убила чуть-чуть, и убила. Вот. Подожди, подожди. Даже меня все исцарапало, понимаете, до крови. Так смотрите, у вас какая травма. Ну, конечно. Снимите побои. А за что? У меня вот проездной. Вот здесь вот прямо сильно растекла. Она вам. Сволочь такая. Прямо рассечена. Прямо рассечена у вас. Ужас. Снимите побои. Как мы видим, пожилая женщина имела свой проездной. Но по какой-то причине, возможно, из-за хамского отношения, не вытащила его сразу, не захотела показывать. Хотя ведь очевидно, женщина-пенсионерка, а это значит, по российским законам, она имеет право бесплатно пользоваться транспортом. Зачем было нагнетать все это, распускать руки и, что интересно, мне показалось в этом видео. За всем этим конфликтом сидит водитель, который беспрерывно пререкается со своим пассажиром, хотя в его обязанности входит как раз обслуга этих людей, находящихся на борту его автобуса. И еще что интересно, автобус, судя по всему, откуда-то отсюда, наверное, старый немецкий автобус. Здесь есть такие планшетники или, как они называются по-русски, я не знаю, не пропускающие людей из первой части автобуса в салон. Вот мне интересно, если уж закупили автобусы, почему бы было не закупить еще и кассовые аппараты, как это происходит здесь, и избежать любой формы агрессии или скандалов раз и навсегда. Что вообще в салоне автобуса делает эта дама? Скорее всего, это какая-нибудь напарница, если не любовница или жена водителя, которая собирает деньги. Видимо, они этим зарабатывают. Но это ненормально. Неужели нельзя в этой сфере навести порядок? Я сейчас расскажу вам, как ездят автобусы в Германии, как это здесь устроено, и насколько это, по сути, логично и просто – навести раз и навсегда порядок в автобусе. Прежде всего, люди заходят всегда с передней двери, только в переднюю дверь. Когда автобус подъезжает к остановке, он открывает только одну дверь, через которую проходят все, показывают свои проездные билеты, как вы сейчас видите это в случае с детьми, либо, если это какие-то посторонние люди, кто хочет воспользоваться этим автобусом, они должны здесь сразу заплатить за свой проезд. У водителя автобуса впереди борт-компьютер, где он, нажимая на кнопку «в какую зону», а зоны распределены А, Б, С, Д и так далее, едет человек чем дальше, соответственно, дороже. И только если человек заплатил, он имеет право зайти в салон. А вот выходят люди со второй или задней двери. Водитель при этом постоянно контролирует свой борт, все время наблюдая в большое зеркало заднего вида. Если ему что-то не нравится, он может в любой момент закрыть дверь. Именно водитель, только водитель отвечает за то, что происходит на его борту. Кстати, обратите внимание, как выглядит немецкий водитель. В данном случае это женщина, ну или вот посмотрим на это видео. Здесь это другой город, другая униформа, но и там, и там это рубашка, галстук, фирменная куртка с знаком и табличка с именем. В Германии даже сам автобус называется не салон автобуса, а борт, как я это уже сказал. Борт, по примеру, как и борт в самолете. Поэтому водитель выглядит приблизительно как стюард на борту самолета. И он понимает, что он там не царь и бог, а он всего лишь обслуживает своих пассажиров. Основной девиз немецких автобусников звучит так. «Siecher unpunktlich zum Zielkommen», что значит надежно и пунктуально доставить пассажиров к цели. Все надежно и пунктуально. Автобус должен приходить вовремя. И нахождение на борту автобуса должно быть безопасным для всех, кто там находится. Отношение к этой профессии, я бы сказал, начинается еще на фазе обучения. Если вы хотите быть автобусником в Германии, вы должны на начальном этапе отъездить 120 часов, обучаясь, как правильно припарковаться, как ездить по очень узким улицам, как объезжать различные строительные работы, как вообще аккуратно вписываться в общее движение на дороге. Это настоящее искусство. Если вы этому не научитесь, если вы чего-то боитесь, вы не понимаете, вы не будете работать в этой сфере. Когда человек получил права класса D, он еще какое-то время, как вот здесь сейчас, будет ездить по своему маршруту со специальным инструктором, который расскажет все до мелочей, где, в какой улице, на каком повороте, на что, ему нужно будет обратить внимание, где он должен, в какой остановке, как припарковываться. И самое главное, во всех этих случаях, посмотрите, требуется, чтобы автобусник подходил максимально близко к тротуару, в том месте, где автобусная остановка для того, чтобы человеку достаточно было сделать всего лишь один шаг, чтобы достичь борта автобуса. Послушайте, какую дичь я читаю в связи с тем, как водители автобусов обращаются со своими пассажирами. В городе Барнауле 11 февраля, то есть вчера, девятилетнего ребенка водитель автобуса высадил в районе городской свалки. Женщина, проходящая мимо, увидела девочку и решила ей помочь. Я остановилась и пошла навстречу девочка, плакала на взрыд. Ничего объяснить не могла, настолько была расстроена. Я ей сказала, что я из полиции и кое-как уговорила ее сесть в машину. Представьте, да, посторонний человек, во-первых, уговорил ребенка сесть в машину, что уже противозаконно. Но в данном случае, слава богу, это был хороший человек. Девочка рассказала, что нечаянно проехала свою остановку из-за замерзших окон. 9-летний ребенок. Водитель же автобуса просто высадил ее на конечной остановке около городской свалки. Его не интересовало, что ребенок заблудился. Денег на обратный путь у нее не было. Она махала ручками 32-му автобусу, чтобы тот остановился. Но никто не обращал на нее внимания, пока ребенок окончательно не расстроился и не расплакался. Женщина увезла девочку домой и отдала в руки к маме. Плакали все. И это происходит в наше время, когда педофилии, насилия сколько угодно. А сейчас я вам покажу на примере видео, обучающего видео для водителей автобуса, как поступают в таком случае в Германии. Приводится пример. Мальчик новый в городе. И он первый раз самостоятельно едет на неизвестном ему автобусе. На неизвестной ему линии ему тоже 9 лет. И он добирается до своей школы. На обратном пути он случайно садится не в тот автобус. Довольно быстро он понимает, что едет в другом направлении. И обращается к водителю, в данном случае это женщина автобуса, спрашивает, куда едет этот автобус. Водительница говорит, ты едешь полностью в противоположном направлении. У тебя есть два варианта. Ты можешь либо доехать со мной до конца, дальше автобус развернется и вернется опять на ту остановку, где ты сел. Но это будет на полчаса дольше. Либо ты выйдешь на следующей остановке и сядешь в автобус, кто привезет тебя снова туда, где ты сел в автобусе. Мальчик выбирает второй вариант. Тогда водительница автобуса говорит, подожди секунду, я сообщу своему коллеге, что ты заблудился и должен сесть в его автобус. Она сообщает по специальной связи коллеге о том, что мальчик заблудился и должен ехать в другом направлении. Коллега отвечает, хорошо, я подожду несколько минут. Но вот что особенно интересно. Перед тем, как выпустить ребенка из салона, водительница говорит ему, ну осторожно, не торопись перебегать дорогу. Подожди, пока я уеду и перейдешь за мной. Не торопись, посмотри в обе стороны и только тогда переходи. Ребенок поступает в конечном счете ровно так, как говорит ему водительница. Как вы видите, автобус на другой стороне предупрежден и ждет этого мальчика. Мальчик садится и благополучно возвращается домой. Дальше он будет ездить на этих автобусных линиях еще долго и, конечно, познакомиться с этим водителем. Именно так поступают нормальные люди. Потому что они живут в городе. И если ты работаешь годами на одной и той же линии, то, как правило, ты возишь одних и тех же пассажиров. Как можно поступить так, как поступил водитель в этом Барнауле, я просто не понимаю. Родители этого города, не только родители этой девочки, но и родители других детей должны настаивать на том, чтобы этот водитель не имел никакого доступа к этой профессии. Люди не должны быть как звери друг к другу. Для чего лишний раз бить пенсионерку по лицу? Для чего поступать так, как я читаю, что мальчика-инвалида выбросили на улицу из автобуса, потому что он долго не мог найти деньги и заплатить за проезд? Почему люди так поступают? Неужели в конечном счете нельзя продумать какие-то обыкновенные, элементарные человеческие правила? Вот понимаете, закупить немецкие автобусы мозгов хватило, закупить к ним кассовые аппараты и наладить нормальное прохождение людей через переднюю дверь для того, чтобы водитель сам контролировал, что и как с оплатой, уже на это сил и мозгов не хватает. В чем проблема этих людей, я не понимаю где, на каком этапе у них сломался генетический код или осознание того, что мир вокруг не должен состоять только из зверей. Для чего создавать такое общество? Ведь этот водитель или эта кондукторша, кто так по-зверски обращается, с пожилой пассажиркой. Ведь выйдя из автобуса, они становятся обычными гражданами этого общества. Они могут нарваться на таких же зверей в магазине, их дети пойдут в школу, где попадут на зверя-учителя. Где-то должен прерваться этот замкнутый круг. Общество – это от слова общность, что значит вместе, совместно, друг с другом, а не против друг друга. Продолжение следует...